Как выглядит узор кукла на дагестанских коврах? В какой стране играют на инструменте глокеншпиль? И чем отличается одежда мордовских мужчин? На 50 подобных вопросов предложили ответить участникам теста на знания народных традиций. В Подмосковье живет около 200 национальностей. У каждой свои многовековые традиции и обычаи, но сберечь их становится все сложнее. Тяжело сохранять традиции в современном обществе, в современном мире, находясь в условиях крупного мегаполиса. Конечно, какие-то обычаи и традиции, особенно в культуре питания, в культуре одежды, в культуре поведения, они все-таки остаются. Но в полном объеме, конечно, это очень сложно делать. И я не думаю, что даже такие ярко идентичные народности прям целиком сохраняют. Это сложно. Почему мы сегодня говорим о размытии традиционной культуры, о смешении таких народов, когда все становятся похожи друг на друга? Этот конкурс направлен на то, чтобы изучить традиции народности, проживающих в Московской области, и культуру их обычаи, и также об интересных фактах Московской области вопросы были. Оценить свои силы в этнографии могли все желающие жители Подмосковья. Конкурс проходил в три этапа. Первые два онлайн, третий очно. Местом проведения финального тура выбрали Химкинский музей «Артишок». В импровизированном лектории за партами оказались люди разных возрастов и профессий. Оценил вопросы и лауреат конкурса «Учитель года 2018» Григорий Назаров. Мы сегодня пришли с нашими детьми участвовать в конкурсе. Мне самому было интересно прорешать те вопросы, которые были. Надо сказать, что вопросы очень серьезные, очень интересные. И я, собственно, подумал, что можно на урок включить. Заявки на участие в тесте подали более тысячи человек, но до финала были допущены только 50. Жюри конкурса состояло из экспертов в области знаний обычаев, культуры, искусства, традиций, языка и спорта разных национальностей Российской Федерации. Тест уже стал традиционным. В Подмосковье его проводят в третий раз.